В среду на Пионерском проспекте в районе санатория Давиль автобус маршрута номер 114 врезался в движущийся по полосе трактор. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель трактора. Генеральный директор ООО «Старт» Александр Азарян назвал свою версию происшествия. Причина, потому что двигаются по букве А разные транспортные средства, которые препятствуют автобусам передвигаться по данному маршруту. Наш автобус был технически в исправном состоянии. У нас каждое утро перед выходом на линию автобусы проверяются, водители проверяются медиками перед выездом на линию, что трезвый, здоровый. Автобусы все проверяются через линию осмотра. У нас имеются катки, тормозную систему проверяем, рулевую. Так что автобусы на сегодняшний день мы усилили и перед каждым выездом на линию постоянно усиливаем осмотр транспорта. После административного расследования виновники ДТП понесут наказание по всей строгости закона. В последнее время аварийность на курорте с участием маршрутных транспортных средств увеличилась. Хорошо, больших последствий травмы пассажиров не принесли, но стоит задуматься. Обсудили и другие проблемы в сфере пассажирских перевозок. Автобусы курорта должны быть оснащены системой ГЛОНАСС. Однако не у всех транспортных средств она находится в исправном состоянии. Принято решение в течение недели провести полную инвентаризацию автопарка, чтобы все автобусы имели устойчивую связь с системой контроля. Особое внимание соблюдению расписания маршрута в вечернее время и установленных тарифов на проезд. В каждом автобусе должны быть на видном месте таблички с указанием стоимости проезда. В свою очередь перевозчики забили тревогу. В городе орудуют карманники. Чаще всего кражи происходят в автобусах маршрута номер 109. Они заходят, уже мои вычислили водители, заходят с центрального рынка, едут, прошмонали и то на хлебзаводе выйдут, то на микрорайоне выйдут. То есть они по городу едут? По городу, да, чисто по городу. Они садятся по городу, шик-шик-шик прошерстили. В местах большого скопления людей, на остановках и в переполненных пассажирами автобусах, мошенникам удается остаться незамеченными. Мы обращаемся к анапчанам и гостям курорта. Будьте бдительны!